Некоторые собственники зданий самовольно меняют фасады и расширяются, в том числе и в исторической части города. Хотя по закону это запрещено. В мэрии предупреждают, таких нарушителей ждет ужесточение штрафных санкций. Какие еще меры принимают власти, чтобы горожане не пренебрегали правилами благоустройства и санитарного состояния города? Все ответы в репортаже Карины Гигалаевой. Проспект Мира у Владикавказцев самое популярное место отдыха. Летом здесь особенно многолюдно. Казалось бы, пешеходную часть надо расширять. На деле выходит наоборот. Пространство у людей крадут машины. Стоянки буквально повсюду. Неудобно и некрасиво. По мнению архитекторов, это проблема, которую давно уже нужно решать. Всю эту территорию можно было бы добавить в зону проспекта, сделать ее тоже пешеходной, благоустроенной. То есть вот этот забор отодвинуть до угла, на половину квартала. И создать здесь тоже такую зону для летнего расширения, которая могла бы быть общей для нескольких кафе, которые в этом месте, например, сконцентрированы. По словам архитекторов, пешеходную часть сужают не только стоянки, но и пристройки. Их с каждым годом все больше. При этом специалисты подчеркивают, полностью исключать их нельзя. Ведь есть и положительные примеры, которые напротив подчеркивают красоту города и гармоничность им сочетаются. Увы, не все так благоразумны. А вот наглядный пример того, как пристройка полностью перекрывает панораму проспекта. Из-за этой серой стены не видно ни архитектуры нашего города, ни красивых пейзажей. Также вы видите кондиционер, который нельзя размещать на фасаде исторического здания. Но благоустройство города – это еще его санитарное состояние. Здесь нарушений не меньше. Выброс мусора в неустановленных местах – картина уже привычная. Как правило, люди выносят отходы на проезжую часть, вешают пакеты на столбах и деревьях, оставляют его около своих магазинов. Донести до основной массы населения простую истину решили с помощью санкций. Инспекторы правобережной префектуры только за первое полугодие этого года составили около 500 протоколов нарушений санитарного состояния города. Исход один – штрафы. Поблажек больше нет. Для физических лиц размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных – от 10 до 15. Для юридических же – от 20 до 50. Рейды по выявлению нарушителей проводят сотрудники администрации города ежедневно с 5 утра. По их словам, результат налицо. Город стал чище. То картина, конечно, стала заметно лучше в целом по району. Работа в данном направлении нами продолжается. И мы постараемся добиться все-таки результата, чтобы донести все-таки на население о недопущении складирования любого мусора на территории нашего города в целом. Администрация города призывает каждого не доводить дело до крайности. Вопрос не только в поддержании чистоты. По их словам, жители привыкли самовольничать. Умышленно повреждают городское имущество, меняют облик улиц. Как пример, это перемещение или установка ограждений, шлагбаумов, скамеек отдыха, контейнеров, урн, игровое и спортивное оборудование и так далее. За все незаконные действия каждый понесет заслуженное наказание. Карина Гигалаева, Заур Кудзаев, Новости Осетии.